Так, всем привет, девчонки и мальчишки. Сегодня 17 апреля, вот 7 утра. Я уже, как говорится, приперлась на работу. Сейчас буду что-то просыпаться и работу работать, работу делать. Да, как я правильно говорю? Работу буду делать. Так я решила выйти в эфир со своего этого офиса. Ой, короче, сейчас я вас посмешу с утра. Значит, у нас зима не ушла. Снег, дождь, ураган, бураган. Холодно. Хорошо, что я зимние вещи хотя бы отсюда не уперла. Сейчас на улицу пойду обход делать. Что я хотела сказать? Вот это вот все блогерство, это так кажется, вот легко все. Не, нифига это нелегко. Это тяжелый труд. Я не блогер, я так вот сделала этот канал для семьи, для друзей. Потому что меня все спрашивают, сколько там бензин стоит у вас, сколько молоко, как то, как это. Ну, плюс что-то интересное вот записать, выслать. Я так и решила, сделаю ютуб-канал, и чтоб каждому отдельно не рассылать, вот буду отсылать одно видео на ютубе, и пусть все смотрят, все все знают. Вот, и поэтому я вот учусь, я не блогер. Ну, да, это так вот, скажу, ну, во-первых, это затратно, во-вторых, ты постоянно, ну, я не знаю, как кто, а я постоянно придурок, как придурок с этим телефоном лазю, все снимаю. Некоторые люди, конечно, шокируются. Вот, многие люди стесняются. Хотя вот тут в Америке, вот, казалось бы, общество такое разгованное. Нет, люди стесняются везде. Вот, так что, ну, я зато есть и плюсы в этом. Я немножко вот, как бы, привыкла уже к камере. Но есть и минусы. Я как дурочка хожу, снимаю видео. Иногда даже без видео сама с собой разговариваю, как будто представляю, о, было бы неплохо показать вот это и вот это. Но иногда туплю, вот, могу растеряться, да, и вот что-то интересное пропустить. Ну, вот, как-то так, так что не судите строго. Но я в процессе обучения. Хотя там этих понаписали мне комментов некоторые товарищи. И колхоз, и то, и сё. Слушайте, меня уже этим не возьмёшь. Я на всякую вот эту хрень и на вот эти комменты, как говорится, не ведусь. Знали, плаваем. Хуже, чем родычей обидеть уже, ну, никто не может. Если вам интересно, могу и про это рассказать. Как меня поюзали и обидели. Хотела вам поднять настроение с утра и рассказать кое-что. Значит, заказала я инструмент на Алиэкспресс. Я живу в США, штат Миннесота. Ну, 3-4 года назад я вообще ничего не умела делать. Ну, вот сейчас в процессе обучения. Плюс, благодаря этой работе, ну, я тогда осваиваю много профессий. Ну, и мне это нравится, хочу сказать. И вместо того, чтобы вот кого-то просить прийти мне в доме что-то сделать, я уже так всё ремонтирую сама, хочу сказать. Ну, иногда получается, иногда не получается. Иногда я прям горжусь собой. Ну, ничего, как говорится, по чуть-чуть, по чуть-чуть едем. Чем тише, тем дальше. Или как там? Тише едешь, дальше будешь. Вот. Так что обучаюсь, обучаюсь. Стиль жизни поменялся. Стиль одежды поменялся. Раньше там были какие-то платьюшки, ногти. Сейчас уже кроссовки и спортивка. Что ещё? Коллектив у нас на работе классный. Мне нравится. Что ещё рассказать? Видите, у меня язык нехорошо подвешен. Я не блогер. Поэтому я запинаюсь, заикаюсь. И какие-то, если там что-то рассказывать, надо мне эти бумажки, наверное, записывать. Потому что без бумажек никуда. Значит, рассказываю. Показываю, вернее. Я вот с работы, издаву принесла. Значит, заказала я вот себе вот такой вот инструмент. Смотрите. Это, короче, чтобы с углов снимать налёт, плёнку, плесень. Вот с силиконом, когда на кухне вот это всё обрабатывается, на окнах вот такая штучка. Я не знаю. Это китайская. Буду сегодня пробовать. Если сломается, буду матюкаться и поеду куплю американскую. Потому что она как-то выглядит хлипенько. А так как я не знала, где это, как это называется, то заказала на Алиэкспресс. По-русски. Название-то я знаю. Вот. Вот такая вот штучка. Вот так вот. И можно и сошкрябывать, и с углов. И вот когда силиконишь, то можно замазывать это всё, чтобы швы были ровные. И плюс вдавливались глубоко. Ну и вот такую вот. Тут коробочка. В коробочке всякие разные насадки. Квадратные, там треугольные, овальные. Вот так вот видно. Ну, короче, это чепуха, сами знаете, цены с Алиэкспресса. Не знаю, сколько она тут будет стоить. И я вот даже английского названия её не знаю. Поэтому, если сломается, поеду к продавцам в строительный магазин, покажу, что мне надо. И скажу, давайте мне американскую пью. Хотя сейчас очень сложно найти что-то американское. Сейчас всё китайское. И слушайте меня внимательно. Значит, китайцы, молодцы. Они не перестают удивлять. Знаете, что они мне с посылочкой вместе прислали? Я так предупрежу на минуточку, что я живу в США, штат Миннесота. Уже много-много лет. Смотрите. Кто там что-то пьёт, глотните, чтобы не поперхнуться. Видно? МВД Российской Федерации. Типа... Типа... Ну как вам? Презент от китайцев? Я живу в США. Адрес был американский. Ну? Ну всё, буду ходить крутая, всех пугать. Милиция? Или как там сейчас? Полиция? Так что я, о, шпион. Благодаря китайцам. Ну и цирк на драке. Так что да. Удивили так удивили. Ну вот. У меня такой, видите. Презент. Презент с инструментом. Ну всё, пошла я переодеваться в свою униформу голубого цвета. И будем делать работу. Значит. Всю эту неделю будет у нас холодрыга. Холодно. Зима вернулась. Так на минуточку. Сегодня 17 апреля. Если что-то ещё увижу интересное, буду снимать и выкладывать. Грустным. Ничем не хочу вас грузить. Как-то в жизни и так куча. Куча всего хренового. Так что стараюсь как-то позитивить. Ну, а там как дальше получится. Так что всё. Всем хорошего настроения. Всем хорошего дня. Пока-пока.